Меня зовут Бутко Максим, я веб-разработчик в компании Никс Солюшенс. Работаю почти пять лет, скажем так, нареканий на меня нет, начальство довольна. Я очень дружелюбный, люблю байдарки. Дальше. Как я узнал об IT? Было время, когда я женился, а у моей жены была подруга, и у этой подруги появился жених. В воле случая он оказался веб-разработчиком. И как-то у нас зашел разговор о том, кто кем работает. Я рассказал о своей работе, он на меня печально взглянул и пожалел. Сказал, давай лучше ты станешь программистом, потому что там платят лучше, больше, и условия труда лучше. Я сначала не захотел, сказал, нет, это же трудно, там нужно учиться долго и быть гением. Он сказал, нет, и я поверил. Кем же я работал раньше? Это не я, если что. Работал я электриком на нескольких предприятиях в течение где-то 11 лет. Это довольно-таки тоже немало. Что такое работа электриком, я вам сейчас расскажу. Во-первых, зарплата электрика равняется примерно зарплатой разнорабочего на стройке или грузчика, даже чуть меньше, чем грузчика в любом месте. То есть зарплата низкая. А раз условия труда... Нет, у меня доступ ниже тысячи вольт. Но четвертый разряд. В общем, в мою работу в обязанности входило не только скручивание проводов, но и подметание территорий, уборка подстанций, ношение лестниц. Ну и, естественно, замена лампочек. Куда же без них. Я хотел зарабатывать чуть больше. Работая там же, но чуть больше. Я брался за разные работы. Так называемые блатные работы. То есть на тех производствах, где я работал, было начальство, высокопоставленное, чуть меньше поставленное. И у них были дачи и квартиры. И там нужно было какие-то делать шабашки, ремонты. И я клал плитку, заборы варил, калитки варил. Да все, что угодно делал, чтобы заработать. Крыши перекладывал даже. Вот такую вот. А также вот заборчики. И колонки. Тоже это все я делал. Также я брался за работу, как часы, просто обычные квартиры. Я делал там проводку прокладывал. То есть полностью делал проект. Покупал провода, все прокладывал. Это все было тяжело. Дышал пылью. Это, кстати, вот я. В общем, это было грустно на самом деле. И вот мне мой товарищ предложил, вот идти программистом, там будет все по-другому. Я когда уже переходил в компанию Ник Солюшенс, это моя первая компания, где я работал, и пока единственная. Я там первый же день, когда только пришел, я сделал фотографию рабочего места. Вот. Оно выглядело вот так. Примерно. Даже это точно. Это мое место. И мой ящичек выдвинутый, тоже мой был. И там мой блокнотик. Потом... Это сосед. Я не знал, можно ли фотографировать, поэтому я подождал, когда все уйдут. Была уже ночь. Видите, никого нет. Вот. Потом я вернулся, чтобы рассчитаться на своей предыдущей работе, и сделал вот такие фотографии. Это мое предыдущее место работы. Как видите, разница... Вот это и вот это. Это и вот это. Еще вот такая есть фотография. Да, я бросил курить, можно так сказать. Так, когда же это все произошло? Мне на тот момент, когда вот состоялся мой разовор с... Сейчас. С женихом подруги моей жены. Кстати, если кто еще думает жениться, вот нас свела моя жена. Вот жены приносят пользу. Поэтому женитесь. На фотографии не я, но мне было 30 лет. Мне уже было 30 лет. Я считал себя уже немолодым, скажем так. Вот. Немолодым. И тут пришел вопрос... Да, могу ли я стать программистом? Ведь программисты — это гений, у них сразу как-то дар какой-то, они предрасположены к программированию. Нет, это неправда. Программистом мог стать и я. То есть электрик, который клал кирпич, варил заборы и копал огороды. Вот. Как же происходил процесс самообучения? Учился я дома сам. Я находил в интернете ресурсы какие-то. Помню только парочку из них, я позже покажу. Где я находил полезные и очень понятные объяснения тех материалов, которые я хотел изучить. Это HTML, CSS, PHP и SQL. И JavaScript чуть-чуть. Вот. И я просто был уверен, что эти знания, если я это выучу, то мне этого хватит, чтобы вот уже пойти куда-то устроиться, работать, начать. Скажу сразу, что было трудно. Я не мог понять, что такое даже банально переменное. Вот. Может, кто работает, даже я сейчас знаю, что такое переменное. А тогда я никак это не мог понять, почему нужно знак доллара ставить, язык PHP, что это такое. И почему в Константе не надо ставить знак доллара. Ну, вот. Непонятно было. Постоянно болела голова. Сонливость была. Чтобы как-то снять этот стресс, я уходил или на работу, или... А как я работал, я вам показывал уже, да, все эти виды. Эти виды меня мотивировали приходить домой и учиться дальше. И я знаю, что если я перестану учиться и брошу это дело, я опять вернусь туда. И этого не хочу. Вот. На чем я остановился. Сонливость. Сказал, что по плану дальше. На... Да, мотивации тоже сказал. Забитого голова тоже было. Вот. Еще я был геймер, считаю, что с детства, с 11 лет. Когда у меня появилась приставка «Сюбор», восьмибитная, я только делал, что играл. Я прогуливал школу. У меня даже в году были двойки в выпускном классе. Меня не взяли в десятый класс. После десятого класса я год еще играл на приставке. Уже была не восьмибитная, а шестнадцатибитная. Вырос. Вот. Когда наигрался чуть-чуть, решил, что нужно учиться дальше и пошел в обычное ПТУ. ПТУ на радиомонтажника. Сейчас такой профессии не существует, потому что в год моего выпуска этот завод прекратил существование. я не виноват в этом, если что. В ПТУ принимали всех подряд. Ну, как принимали? Знаешь? Знаю. Все, ты зачислен. Вот. Я там практически не учился. В основном играл на гитаре и в КВН участвовал. Все. Это... Я там практически не учился. Естественно, в информатике, математике такое тоже ничего не знал. Конечно, я жалею об этом. Лучше бы я знал это. Ну, как вышло, так вышло. В следующий раз я по-другому, когда буду жить. Вот. Что дальше? Я обещал показать, какие полезные ресурсы я нашел в интернете. Я вот эти вот ресурсы несколько раз перечитывал. Самоучитель HTML и CSS. И также прошел почти весь практикум. Там пару уровней осталось и финальный босс. Вот. Также вот от компании Нижний Новгород SoftTime. Это где-то в России. У них для меня был понятный учебник по PHP. Понятный для меня и даже сейчас справочник. Справочник по регулярным выражениям. И очень классные задачки. Их всего 23. Самая новая из них это 2008 года, но они все равно классные. Вот. После того, как я решил все задачки, я почувствовал в себе силы, что могу уже пройти, попробовать пройти собеседование. После двух неудачных попыток третья была удачная, как ни странно. Это была компания Ник Солюшенс. Вот меня взял один из них был Антон Шевчук. Меня взяли на работу. И с тех пор не могут меня выгнать. Вот и все, ребята. Макс, большое тебе спасибо за то, что ты напомнил, как выглядит жизнь по замежам и IT. Вот. Давайте мы сейчас быстренько вопросы от Макса к Максу. Спасибо большое. На самом деле, вот скилл презентации у тебя очень-очень круто. Я не знаю, это специально или нечаянно, но это было так классно. Я первый раз таким занимался. Это было так классно. Супер, молодец. У меня вопрос больше к аудитории. Господа, можете, пожалуйста, поднять руку, кто или собирается, или входит, вползает, въезжает в IT? Ого. Не-не, почему я спрашиваю? Почему я спрашиваю? Просто, во-первых, я знаю про этот тренд, этот тренд сейчас, который у нас там в обществе, да, и Юрко про это говорил, и вот ребята, молодцы, я целиком и полностью разделяю ваше упорство. Полностью поменять сферу деятельности очень тяжело. И Юра уже попытался демотивировать все истории ребят, мотивируют, да, почему я спрашиваю, причину, почему я спрашиваю? Я не первый раз на этой конференции как бы хочу понимать для себя, чего мне ожидать, например, в будущих конференциях. Антон, я надеюсь, вы меня будете приглашать. Ребята, вам только успехов. Спасибо вам большое. Максим. Хорошо. Так, еще один вопрос. Еще два вопроса. сейчас. Да, у них двое детей, а жених теперь мой кум. Здравствуйте. Спасибо еще раз за презентацию, очень интересно было. У меня вот возникли пару вопросов. Скажите, когда вы поняли, что можно идти на собеседование на именно IT-специальность, ведь раньше вы были электриком, если я не ошибаюсь, какой уровень знаний необходим, чтобы был шанс устроиться в IT? Уровень знаний. Нужен институт технологий, то есть, во-первых, выучить какие-то, вы идете на какую-то вакансию, которая подразумевает, что для нее нужны какие-то знания. И вам эти знания нужно хотя бы в базовом виде знать, то есть, какие-то минимальные наборы. Также не лишним будет почитать в интернете очень много материалов про то, как проходить собеседование. Вы даже можете знать очень много, но на собеседованиях ничего не сказать. Из вас никто не собирается утягивать ничего клещами. Вы должны быть готовы к этому. Те, кто проводит собеседование, они тоже полагают, что вы знаете, как проходить собеседование и что вы, скажем так, уважили их и почитали об этом, что это что-то. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, как вы поняли, что именно вы хотите на PHP-специальность, то есть, вы хотите стать именно этим девелопером? Спасибо. Я подвергся влиянию моего уже кума. Он мне рассказал очень хорошо про то, что пара вхождения в эту сферу очень высокий, так как это очень популярный язык и очень много работает для этого направления. То есть, если я какой-то учил бы неизвестный язык, который никто не знает и никто не хочет, я, может, до сих пор бы еще ходил и искал работу или заборы варил, не знаю. Поэтому PHP, мне кажется, более для этого подходит для старта, так точно, но он не только годится для старта, и можно работать даже будущим уже очень скилованным разработчиком. ПОДПИШИСЬ!